Хочу поделиться рецептом соевого мяса по-французски. Это полностью веганский вариант для классической версии, который подойдет и для постного стола. Подробнее, как приготовить соевое мясо по-французски, я расскажу ниже. Вместо постного майонеза можно взять соевую сметану или соевый сырный соус. Во время приготовления ориентируйтесь на готовность картофеля. Блюдо может готовиться дольше или быстрее, зависит от сорта картошки. Несмотря на отсутствие животных продуктов, блюдо получается сочным, сытным и очень вкусным. Запеченное соевое мясо с картошкой и помидорами по-французски подойдет и для приготовления на каждый день, и в качестве главного блюда на праздники. Картофель – три штуки. Помидоры – двух-трех штук. Лук репчатый – одна штука. Соевый текстурат – 60-70 грамм. Соль – по вкусу. Черный молотый перец – по вкусу. Постный майонез – по вкусу. Сахар – один-два щепоток. Приправа для пельменного бульона – один столовая ложка. Овощной бульон – 500 миллилитров. Веганский сыр – 50-70 грамм. Количество порций – два. Подготовьте все ингредиенты. Вскипятите овощной бульон с приправой для пельменного бульона. Отварите в нем соевый текстурат до мягкости. Затем слейте воду, а соевые кусочки слегка отожмите. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Потомите его на слабом огне в масле с щепоткой соли и сахара до мягкости. Картофель очистите, нарежьте кружочками. Выложите на дно формы для выпечки половину. Следующим слоем выложите соевые кусочки. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху добавьте жареный лук. Промажьте этот слой майонезом. Следующим слоем выложите вторую половину картофеля. Затем нарежьте помидоры кружочками, выложите в форму. Сверху промажьте постным майонезом и выложите тонкие пластины веганского сыра. Запекайте блюдо 45 минут при температуре 180 градусов. Соевое мясо по-французски готово, приятного вам аппетита.